Айрведа радио Только две натуры есть Божественные и демонические Почему? Потому что когда выбирать надо Если вы выбираете нейтралитет Значит вы сразу автоматически попадаете В какую армию? Демонов Потому что демонам только выгоден нейтралитет Поэтому на самом деле Нейтралитета не существует Да Да, это игры Кришны Все они были его преднами И ради него они готовы были сыграть что угодно Говорится что даже такие великие личности Как Драначария и Пхишмадева Они специально перешли на сторону Каурау Почему? Кришна попросил Пхишмадеву Перейди пожалуйста на их сторону Потому что они такие трусы Они такие балбесы Что если с их стороны они не почувствуют великую личность Которая присутствует Они не вскроют своих планов Надо сделать так чтобы все их планы стали известны всем Понимаете да? И он говорит спровоцируй Почему? Потому что Кауравы Не видя на своей стороне великих личностей Они бы стали чинить козни из-под тишка Они бы на честное сражение не решились Понимаете да? И поэтому Кришна попросил очень великих воинов Которые были его преднами Он сказал Ради моего удовлетворения я прошу вас Перейдите на их сторону И сражайтесь против нас Потому что вы все равно в сознании Кришны И что бы с вами ни случилось Вы отправляете назад Богу И пришли исполнить миссию Но они должны вытащиться Все эти Как знаете там Змей Заливает воду Змей выползает Примерно то же самое должно было произойти И когда Дуриатхана увидел Что Пхишмадева Драначари Такие Карна Великий воинник Махарадхи Все на его стороне Он подумал Все Однако мы победим И они все свои планы раскрыли И так все стало понятно Все проявилось То есть это была своего рода как провокация Для чего? Кришна то знал это Пандавы все были не уверены Что стоит им сражаться или нет Они почему то думали что Арджуна все время думал Что Кауравы Они на самом деле Сейчас все Остановится Он даже во время Самой битвы Все время надеялся Что сейчас Кауравы Изменят свои планы Почему? Потому что так думают Божественные натуры В этом немножко Как бы Проблема божественных натур В материальном мире Они как бы не от мира сего И поэтому они более чище Думают от других Поэтому их легче обмануть Обдурить Они больше доверчивы Божественные личности такие И даже когда они видят Что их обманывают Они надеются Что человек Сейчас я буду делать И человеку совесть замучить Что он меня обманул То есть они даже видят обман И все равно делают это И надеются Что человек сейчас скажет Я же тебя обманул Вот такие божественные натуры Да Это описывается во всех Ветических произведениях Как увидеть в себе и в другом Сколько в нас грязи И сколько в нас чистоты Особенно в себе Естественно Как мы действуем В таких ситуациях Так мы можем различать Ближе мы к светлым Или к темным Под чьим воздействием Мы находимся Что поделать Говорится Человек Возвышенный человек Принимает все смиренно Как Волю Господа Как Христос Ну и что Вот его приколотили Как он это принимал Как он принимал Он дал себя обманывать Да Но он знал все Он надеялся Что они будут Потом мучиться Что их совесть будет мучить Мучить И многих мучила совесть На самом деле После этого Так говорится Божественные натуры Они отдают себя В жертву Чтобы пробудить Духовное Или божественное сознание Даже у грязных личностей Что потом их совесть мучают И они этим помогают Им возвыситься Отдавая даже В себя В жертву Поэтому Шилопраупада В своем эссе Христос наш гуру Очень Слишком сильно Прославляет Его миссию Он говорит Что Это пробудило Настолько сердца Многих негодяев Такая жертва Этой личности Христа Что многие Негодяи Даже которые Хотели ему смерти После того Как они этот акт Совершили Вандализм Они стали мучиться Совесть их стала мучить Их никогда в жизни Совесть не мучила Но когда чистую личность Они попытались убить Совесть их стала мучить И говорится Благодаря Даже такому Негодяйскому поступку Они стали возвышаться Обдумываясь Мучиться стали Вот почему Говорится Что божественные натуры Это очень Как бы Богатые люди В своем Внутреннем мире И надо думать Что они дурачки Просто Их недостатки То есть Такое легковерие Или легко обман Это их хорошие качества Они всегда Надеются Что человек Изменится Поэтому до последнего Доверяют Так Арджуна Описывается Как человек Обладающий Самыми лучшими Качествами Он описывается Махабхарати Как лучший из людей Только потому Что у него было Такое чистое сердце И он Дурьярхану Так любил И поэтому Арджуна Так страдает На Курупшетре Человек Который так любит Других Даже врагов И ему говорят Убивает Представляете Как Арджуна Вот с этими качествами Мог сражаться Он не мог Поэтому он бросил лук Все И он говорит Я не буду сражаться С врагами я понимаю Но с ними нет Я в них не вижу врагов Я не могу их убивать Все они мои родственники Все они мои близкие Все они мои братья Я вижу там отцов Сыновей Когда Арджуна говорит Отцов и сыновей Он видит Братьев Двоюродных Троюродных Своего отца А тогда не было понятия Двоюродных Троюродных И он говорит Своих отцов Он видит сыновей Своих сыновей Что это означает Он видит сыновей своих братьев, Дурятханы, он же был брат, и он поэтому Арджуна относился как к родным, ко всем. Никогда не делят в ведах. В ведическом обществе не делили двоюродный, троюродный, все родной. И все ту же любовь, всю ту же ласку выказывали. Сыновьям братьев, там, сестер. Поэтому были вот эти большие родословные, мы сталкиваемся, род Кауравов. Все они были родственники. И не было понятия, двоюродный, троюродный, все наши, все родной. Родненький, родословный, род, родной. И так появлялось понятие Родина. Понимаете, откуда появлялось понятие Родина? Родословный, огромный родословный, Махабхарата. Большое братство, большая родословная. Каким же было написано в Библии? Ну, там же все написано там. От Луки, от Матфея, от кого-то, от всего-то. От личности, которые даже Христа-то и не видели. Христос же ничего не писал. Он передавал шрути, знания. То есть, говоришь и все. Или как бы упа-нишада. Он рассказывал это ученикам. Ученики должны были это запомнить. Должны были это делать. Он тоже рассчитывал на ведический смысл передачи. На память. Ну, что это же 12 апостолов, необычные личности. Это же не просто какие-то рыбаки там все. Они так же в ведах описываются, как приходит Мессия. Сначала первая волна, подготовительная, спускается из тех сфер. Они готовят приход. Готовят приход тех, кто должен прийти и подготовить. Две-три волны приходят. Получают рождение. Обуславливаются. Забывают, кто они такие. Становятся грешниками. Приходят другие, которые готовят Мессию. Приходят те, которые Мессия должен кого узнать. Его окружение. Потом приходит сама Мессия. А они уже все тут подготовлены. И никто не знает, что они Мессия. Что они три волны. Потому что когда они обуславливаются, они забывают об этом. Он приходит и их находит. А Мессия сам имеет возможность видеть. Он приходит, говорит, допустим, этим рыбакам. Пойдемте с нами. Все бросайте. Разве простой человек бы так сделал? Никто этого не сделал. Это были только эти два брата, которые смогли почувствовать через сердце. Что им надо все бросить и идти. Почему? Потому что они были так же воплощены. И так другие, другие, другие. Как Кришна. Он приходит и получает рождение. Несколько волн. Уже обуславливаются. И он потом их спасает. Своих же преданных. Они уже, допустим, несколько жизней здесь деградируют. Потом Кришна приходит и их освобождает. И все говорят, почему же он спас вот этого человека? За что? Потому что он приходит как Лила. Как участник Лил. Игры Господа. Так же он может спасти обусловленных живых существ. Он просто играет. Идет с определенной миссией, чтобы просветить общество. Еще раз общество обозначить и его цель, и его путь. Есть интересная теория, что Ира, которая требовалась из-за Христа. Иуда. Иуда. Иуда, которая требовалась из-за Христа, выполнял миссию Бога. Да, есть такая теория. Возможно. Поскольку любая миссия, это непростые личности, которые рядом с ней. И которые как? Все чинят козни и так же, так сказать, способствуют. На самом деле это так. Мы видим в Лилах Кришны это же. Что все, кто Кришну как-то позорил и пытался его убить, они все были тоже необычные личности. То есть, Камса, допустим, тот же, Дурядана, да, все. Они тоже были необычные личности. Это была часть плана, часть плана, как проявить эти события божественные. Ещё один вопрос. Почему полугодник только развлекается, а не воспитывается дальше? Привязывается к чувственным наслаждениям очень сильно. У них есть возможность прогрессировать. Но из-за того, что они не испытывают в той мере, как люди тройственных страданий, они из-за этих чувственных привязанностей обуславливаются. То есть, у них всё время как бы не хватает на духовную жизнь. Так хорошо им. Очень хорошо им. Тем более, столько секса. Как ни удивительно. Всё там вокруг этого. Поэтому в шастрах говорится, что сексуальные наслаждения это ось материальной жизни. Это кандалы, которые удерживают душу в плену материального рабства. Когда живое существо не использует сексуальные взаимоотношения для зачатия праведных детей, а когда пытается наслаждаться сексом, то оно сразу же становится пленником этого мира. Поэтому постепенно, говорится, люди слушая вот эти Шримад Бхагаватам. Величайшее произведение. В Бавишли Пуран написывается, что когда мы слышим вибрации Хари Кришна Махамантры, или когда мы слышим вибрации Шримад Бхагаватам, то ослабевает влияние вибраций Кали. То есть, деградация ослабевает. Поэтому в эту эпоху это очень важно. Хотя людям не нравятся эти киртаны, они хотят просто говорить, обсуждать. Но они должны очень серьезные вещи обсуждать. Я сейчас рассказывал Махабхарату, и эти вибрации, они также имеют определенную природу метафизическую. Они также очищающе действуют. Вы слушаете, так же это происходит. Это называется Шравана Ягия. Вот мы четыре дня здесь собирались, по столько много, по 500, по 800 человек. И звучали вот эти знания. Это Шравана Ягия. Это большое жертвоприношение для Днепропетровской было совершено. Столько людей собираются вместе и слушают ведическое знание. Это огромное жертвоприношение. Еще вопрос. Читать на санскрите, чтобы вибрации соответствовали, или на русском языке, или это одинаково? Веккали, говорится, человек, который будет просто даже пытаться повторять вот эти санскритские слова, да, то он будет очищаться от атмосферы. Потому что с нас сейчас не требует ведических каких-то правил повторения этих звуков санскритских. От нас требует понимание философское. Философское восприятие необходимо. Значит, санскрит вам не читать? Лучше читать. Вообще санскрит, он существует для того, чтобы сохранить авторитет этих писаний. Поэтому, говорится, представлены подлинные санскритские тексты с пословным переводом, с литературным переводом и с комментарием. Но это подлинные санскритские тексты, чтобы сохранить авторитетность этого писания. Что никто туда ничего не внес, никто ничего оттуда не выдернул. Вот как они были пять тысяч лет назад записаны только одной личностью на этой земле, Веса Девы, и никто другой не записал их. Поэтому, когда говорят, а вот Веды другой человек записал, а вот Веды-то, никто не записал больше Веды. Только одна личность во вселенной записывает эти Веды. Для людей, века Кали, только для людей предназначена века Кали, Иоседева. Он поручает их четырем своим ученикам, разделив на Рик, Сама, Адхарва и Аджурведу. Эти ученики, у них свои ученики, и так эти писания расползаются по всей планете. И мы находим всякие эти книги Велеса, там Птицы Камамины. Это все части вот этих учеников и их учеников, которые связываются, конвой, с изначально ведическими знаниями. Особенно здесь, на Украине, просто потрясающе. В Пуранах, когда читаешь, вот эта территория очень знаменитая. Особенно дохристианская Русь, Кавказ, Киевская Русь, Москва уже там, как бы, это уже, как бы, считается отклонившейся, уже такой, неведической, больше, как бы, системой. А вот эти вот здесь, эта территория очень серьезная была. Все эти, это же ханство, это же ханство все были, это же ханы были. Вот описывается царь Шалива Хана, который с Христом. Шалива Хан, Шалива Хан, Хан. Эти все Чингисханы там, все это, это же все концепции. Не было никакого татаро-монгольского ига, ничего этого не было. Все это выдумки ученых. Дом Романовых фальсифицировал все эти истории. Столько была искажена история, настолько, что люди просто сейчас оболванены, одурачены до безобразия. И они будут спорить. А зачем это, может быть, не так описывается, что это не было? Есть. Это знаете, как Курукшетра. Вот зачем описывается Курукшетра? Власть. Власть. Понимаете, власть. Поэтому, когда Герасимов, академик, делал портрет Шингисхана по его останкам, он не знал, что делать. Есть дневники его. Он не знал, что делать, потому что это был череп европейца. И он не знал, что делать. А была четкая разнарядка, что он должен быть монголом. И он не знал. И он говорил. Узкие скулы, он писал. Он пишет так. Монголоид. Но с очень узкими скулами. Неприсущими монгольской нации. Опять, монголоид, ну вот у него глаза какие-то странные. И так он колебался, он не знал. Потому что он сразу бы потерял свою науку, потерял бы свой институт и все остальное. Вы же знаете, как это в науке. Мы должны поддерживать концепцию какую-то общепринятую. Можете посмотреть этот фильм. Запрет на археологию. Документальный фильм. Есть здесь у вас, да? Да. Можете посмотреть, как ученые всего мира говорят. Стоит вам только любую концепцию подтвердить, которая противоречит современной. А вы доказываете. Это артефакт. Непреложная истина. Как вас тут же смещают. Это нечестно. Нечестно. Потому что есть противоборство сил света и сил зла. Есть тьма и есть свет. Это происходит. Мы, может быть, просто как глупенькие люди не замечаем, что происходит. Но это происходит во всех сферах деятельности. Во всех. А что не было походов в Кимнистан, Батыя, Мамая? Были походы. Были походы. Считается, но эти походы были. Но это походы не так, как мы представляем. Что якобы была Русь, там татары-монголы напали, завоевали. Баты. Бати. Это хан Баты. Бати. Много-много бать. Вот в казачество батьями называли руководители. Есть просто писание. Есть, допустим, Гопала Баты Госвами. Баты это означает человек, владеющий знанием ведическим. И способный управлять огромным количеством людей. Хан это значит правитель. На санскрите. И вот таким словом. Хан Баты. Почему он должен быть обязательно монголом? И была эта... Мы помним это. Империя великих монголов, да? И так далее. То есть сейчас очень многие вещи, благодаря ведическим писаниям, скрываются. Есть эти описания, как дом Романовых, как они захватили эту власть. 300 лет дому Романовых. Как они все это фальсифицировали, всякие исторические события. Меняли историю. И за рубежом здесь им удалось. Практически на своих связях родственных. Им удалось даже в ближайшем окружении зарубежном изменить эти документы. Сжечь, подписать. И во многих храмах, старых храмах христианских, остались рукописи. Где прямо отчеты даются. Что вот я получил приказ какой-то изменить историю России. То-то, то-то я должен. Мы должны писать такую-то историю. Мы должны писать то-то, то-то. И эта знаменитая история, оказывается, потом входит в исторические события. Люди в университетах докторами становятся, академиками защищают. Но эти все события фальсифицированы. Многие. Не все, я говорю, но многие. Вот по крайней мере есть такая информация. Даже большевики сделали. Да, все делали так. Каждая власть пытается себя поставить с позиции истории законной. Законной, как правозвестники добра и так далее. Все религии авторитетны. Все до одной. Я говорил, христианство, мусульманство. Но другой вопрос, какие элементы представлены как. Вот это будет разоблачено. Но сами религии, они очень авторитетны. Все они абсолютны. Да, просто... Ну вот представьте, даже если, допустим, доказать, что Христос не погиб на Христе, это большой бум в христианстве. Ну вот видите. Никто не говорит, что его не было, что он не говорил правильно. А? Что не утверждал? Да, и вот естественно, я говорю. Вот так же татаро-монгольское эго не каждому надо знать, было ли оно или не было. Потому что есть люди, которые готовятся в духе патриотизма и так далее. Это же политика. Национальная, государственная. Нужны какие-то определенные святые, какие-то патриоты нужны. Так ведь? В Советском Союзе были Павлик Морозов, Паша Ангелина, Алексей Стаханов. Так ведь? Были же какие-то герои. Для чего? Чтобы поддерживать этот общенародный дух. А Павлик Морозов был подлец, оказывается, подонок, ребенок-подонок. А там школы называли все. И с позиции любого человека это был ненормальный человек. Ненормальная личность, которую возвели в ранг святого. Сейчас это все как бы всплывает. Суть в том, что кому мы называем толпой. Каждое живое существо достойно знания. И когда мы думаем, что есть какая-то толпа Христа, из-за этого распяли. Говорится, что как раз ортодоксальные Браманы, когда он жил в Индии, они его много раз пытались убить еще на территории Индии. Только за то, что он считал, что каждый человек достоин знания. Но надо знать, каким образом дать ему это знание. Как дать ему истину, в какой форме. Но истины каждый достоин. Понимаете? Вы считаете, что вы толпа, и если я здесь говорю, что это беспокоит? Вы очень образованные люди. Куда образованнее меня, во много крат. Я вижу здесь представители ученые. Я просто говорю то, что я знаю, и то, что для меня не является какой-то недоказуемой вещью. Потому что я сталкивался со многими фактами, фактическим материалом, за которыми можно пострадать даже. Что я путешествую по миру, я имею контакт с очень возвышенными личностями. У меня есть доступ к писаниям разным. Даже через буддийскую, когда я в буддизме был. Я видел такие произведения, которые здесь не обсуждаются нигде. Даже о том же Иисусе Христе, о христианстве. О татаро-монгольском Иге. В буддизме есть писания, которые объясняют, как это сфальсифицировано. Но есть политики, есть службы безопасности. Есть разные вещи, которые не позволят. Что-то нарушить какой-то свой созданный баланс, какой-то свой мирок. Это всегда так. Мы, взрослые люди, должны понимать это. Зачем нужно было расстреливать столько народу интеллигенцию, если бы это не было так опасно для власти? Зачем было устраивать эти гулаги? Зачем нужно было именно интеллигенцию всю перестрелять? Зачем? Иннокомыслящие. Иннокомыслящие это интеллигенции люди, как правило. Простой человек, пусть хоть что там говорит, матерится, пьет. Шариков был иннокомыслящим. Или все-таки Барменталь с Преображенским, как вы думаете? Кого надо было больше опасаться, властям? Шарикова? Нет. Поэтому в любом обществе люди очень высокого интеллектуального и морального коэффициента, они всегда представляют для государства большую такую проблему, всегда с ними стараются. Ну, когда государство становится слишком стяжательным, таким, алчным, то они забывают, что интеллигенция развернет такую деятельность, что потом им. Давайте укресем вопрос. Я зря, видимо, эту тему поднял. Вы говорите о том, что это всемирная историческая мистификация, связанная с домом Романовых. Не только с домом Романовых. Это идет дальше, глубже. Романово начинается с 1813 года. Татаро-монгольская игра, согласно свидетельствам, закончилась в 1480 году. Киев, Данила Гаррицкая, княжество, за исключением, может быть, Новгорода, который в меньшей степени зависел от того, чтобы платить дань уже неизвестно кем. Татаро-монголам или каким-нибудь другим кочевникам. В те исторические времена, в Средние века, кому понадобилась такая мистификация? И почему нужно было ее поддерживать в столь длительное историческое время? Докажите, пожалуйста, что татаро-монгольского ига не было. И кому это выгодно? Зачем это? Может быть, здесь проявляется какая-то глубинная метафизика, борьба с сил света и тьмы. А мы просто этого не понимаем. Но, по крайней мере, у многих народов, не только у славян, в документах зафиксировано, что там Чингистан был в Абранистане в 1218 году, в Иране. Он чуть ли не до Европы дошел, как известно. То есть это все так или иначе засвидетельствовано. Неужели в те времена политики разных народов проявили такое единодушие, что они везде спальсифицировали этот материал, и мы теперь должны думать, что татаро-монгольского ига монголов, кочевников вообще не было. Вот мне, по крайней мере, это кажется странным. Это раз. А потом, ведь говорят также о том, что, скажем, падают американцы на луну, тоже глобальная мистификация. Убедите нас в том, что это действительно так, а не иначе. Я прошу прощения, что я вас побеспокоил. Убеждать, я еще раз говорю, я не люблю никого убеждать и с кем-то спорить. Это раз. Второе. Если мы говорим о татаро-монгольском ига, мы сразу должны очень хорошо понять христианскую концепцию. Сразу, мгновенно. Христианство 2000 лет. Кому выгодно? Почему христианство? Почему существует ближневосточный конфликт? Три религии существуют, и все на Ближнем Востоке. Иудаизм, христианство и мусульманство. Все три не принимают друг друга. Так? Все три очень агрессивные, внутри замкнутые. Одни избранность народа, другие избранность религии, третьи избранность писания. Так? Коран, самое главное произведение. Только лишь через меня, Мессия, только Христос и Иудеи. Избранный Богом народ. Все друг друга не принимают, но все практически относятся к сенитам. Все трое сениты. Так? Вы согласны с этим? Семитские народы. Да. Вы согласны с этим. Это научный факт. На уровне ваше. Итак. Все агрессивны. Все говорят о том, что все должны принять их покровительство. Так? Мусульмане говорят, что весь мир должен принять их покровительство. Христиане должны, говорят, что все должны. Таким образом, по своей сути, они, значит, уже экспансивны. Так? Можно вопрос? Да. Это факт? Вы согласны с этим? Но сознание креста тоже желает того, чтобы мы предали встречу. О! Теперь давайте говорить. Каким образом кто действовал во все исторические эпохи, во все исторические времена? Крестовые походы. Да. Так? Да. Теперь мы видим. Крещение Руси. Исторический факт. Исторический. Каким образом была покрещена Русь? Насильство. Почему же сейчас люди не знают об этом? Или говорят о том, что мы исконно... О! А многие люди не понимают и говорят, мы всегда были православными, христианством. Мечом, да, мечом и огнем. Не просто. А так же ли это себя описывают? Вы сейчас 3-5 насильственных пионеров принимали. Все хорошо, как детство. Нет, я сейчас просто сам объясню, а вы потом уже дальше продолжите. Я просто больше ничего не буду говорить. Я вот сейчас выскажусь и все. Итак, три агрессивные сферы, ближневосточные сферы. В Пуранах описывается, если вы помните, может быть вы слышали историю Адама и Евы. Слышали, да. И как Кали говорит, через это семя, Абьевати и Адама, Абьевати первое стоит, я понесу безбожные виды знаний, безбожные виды религии. Через этот народ я завоюю господство, да. Там есть в Пуранах такие истории, очень интересные. Мы можем проследить, как фальсифицируется, что за этим на самом деле стоят определенные силы не нашего уровня. Мы лишь можем быть орудием каким-то, вольным, невольным в этих всех событиях. И начинается круг, круг, этот круг ближневосточного конфликта. Что за конфликт, мы все время говорим сейчас, Хорватия, Сербия, Черногория, да, мы все время говорим, ближневосточный конфликт, там, этот ездит туда, всех собирает, тот оттуда, мы там пытаемся дружить. И этот конфликт, что же за конфликт, откуда он исходит, с каких времен. Мардахеевы дни, сферы убивают, помните, да, все эти исторические события. Не помните, не помните, 23 февраля, что такое, что такое 1 мая, что такое 8 марта, все эти праздники под видом. Тот, кто изучает Тору, кто изучает Кабалу, кто знает все эти вещи, он прекрасно понимает, что такое праздник Пурим, допустим, да, и так далее. То есть, это факт, это не просто какой-то бред мой, это факт. Если мы научно изучаем, мы можем видеть параллели. 13 спадских башен на Кремле, мавзолей, как строение алтаря определенного, эзотерические измерения все, красные звезды, как Петербург построен в форме шестиконечной звезды, убрать все новые здания, и он будет построен как шестиконечная звезда. Петропавловская крепость, какие-то архитектурные строения, места разные, это очень серьезные культовые сооружения. А культизм, это связано с определенным эзотерическим знанием, мистическими, мистериями определенными. Люди не знают этого, многих вещей не знают этого. Происходит противоборство между двумя силами, одни становятся представителями одного потока, другие другого потока, и между ними происходит всегда стычка, стычка. Как вот мы говорим, Кауравы и Пандавы. И в Пуранах говорится, что эта битва продолжается постоянно, и каждый раз все готовятся к этой битве. Когда мы говорим о силах Запада, о силах Востока, смотрите, сам по себе индуизм, или тот же буддизм. Непричинение вреда, насилие другим живым существам. Закон кармы, реинкарнации, ну и что, что ты христианин, ну и что, что ты иудей, ну и что, что ты мусульманин, ты наш брат, мы с тобой в прошлых жизнях. Есть агрессия в самой философии? Откуда, значит, исходит агрессия? Из каких определенных философских трактатов и мировоззрения? Какое? Какое более агрессивное? Восток или Запада? Запада. Запада. Видите? Почему? Потому что Ближний Восток это и есть западная культура. Вы согласны с этим? Потому что все это иудеи-христианство. Кто, откуда исходит марксизм, ленинизм, все последствия чего? Какой философии так же? Западная. Ну, дальше продолжать. Все это. И поэтому фальсификация это не простое орудие. Это не простое орудие. Это сознательные, определенные системы религиозных противоречий, уходящих глубоко-глубоко в разные эзотерические мистерии, связанные с силами, которые постоянно находятся в противоборстве во Вселенной. Понимаете, да? Какой я стараюсь более широкий взгляд. А когда мы утеряли вот эти связи за 73 года, или, может быть, вот эту Калию-Югу за несколько тысяч лет, утеряли вот эти связи с мистериями, для нас все стало, да никто будет поддерживать какую-то ерунду, да вы что, кому это надо? И это так выгодно, чтобы мы так думали, чтобы все эти корни были отрезаны, все эти истоки. Тогда мы легко управляемы, тогда нас легко сбить толку колбасой, пивом там и всем остальным. Понимаете, да? То есть сделать нас примитивными, но очень деятельными. Очень примитивными. Дать нам определенную историю, дать нам определенное образование и все остальное. И когда Елена Петровна Блавацкая занималась, и Рерихи занимались своим исследованием, они наткнулись на страшные вещи. На страшные. Они не наткнулись на какое-то светлое такое. Они увидели, что здесь существует очень мощная война идет. Война скрытая для людей, как бы простых людей, которые ограничены в своем интеллекте, в своем мистическом восприятии, в своем смысле. Что здесь постоянно противоборствуют две силы. Постоянно это происходит. Это не прекращается ни на секунду. Только установилось, как тут же они новый план меняют, с этой стороны заходят. Только здесь, а тут с этой стороны заходят. И постоянное движение. И мы знаем, что закон противоборства, он порождает новую силу. Как вот в буддизме есть. Что добро и зло, оно порождает духовную жизнь. Добро и зло. Оно как бы подталкивает на духовную жизнь. Потому что добро, оно относительное всегда. Сегодня то, что мы считаем добром, завтра зло. А то, что считали, нет худа без добра, мы как говорим, все это перемещаем. И человек начинает задуматься, а похоже и добро и зло, оно имеет одну природу. Перетекающую плавно, как иньянь. Помните, да? Как иньянь. И он начинает задуматься, а есть ли что-то выше, вне добра и зла? Таким образом, усиление противоборства, с одной стороны, по законам материального мира и духовного закона, оно подталкивает людей к поискам вечных истин, которые выше мирского добра и мирского зла. Поэтому, когда мы говорим о борьбе вот этих двух противоположных сил, запада и востока, как это описывается также в Пуранах, что с запада надвигаются тьма, а с востока всегда солнце идет. Это вселенское понятие. Это не понятие земли, восход и закат. Это вселенское. Мы должны правильно метафизическое понять, что существуют разные другие представления. Ход солнца, как во вселенной оно движется. И поэтому говорится, что все это противоборство и поддержание всех этих, ну, как мы говорим, фальсификационных вещей, которые фальсифицируют исторические события, это очень выгодно для определенной власти. Это очень выгодно. Для чего русскому народу было менять письменность? Кирилл Мефодий приходит, когда русские имели письменность. Вы знаете об этом? Для чего? Для чего было всем изменить имена? Изменить культы? И так далее. Для чего нужно было сжечь? Такая мощная культура, с такими мощными религиозными событиями. Это, вы знаете, да, вот эта письменность была почти как санскрит. Это часть была диалекта санскрита, русская письменность древняя, дороссийская. Все менялось, все изменялось. Все нужно было бы уничтожить. Разрушить все эти связи, объявить эритиками, ведьмы и так далее. Все это было уничтожено. Астрология, карма, реинкарнация, все было выхолощено. Почему? С какой целью? Сейчас даже нормальный здравомыслящий ученый понимает, что существует реинкарнация, существует перевоплощение. Так ведь, да? Люди приходят сейчас, даже ученые к выводу, которые не верят ни в Бога, ни в дьявола. Приходят, что это есть некие формы материи, которые перемещаются. Тонкое тело они даже принимают и так далее. Институт доктора Моуди. Там столько тысячи фактов. Любые врачи-хирурги столько знают этих. Вот у меня родители врачи. Вы помните, да? Отец гнойной хирургии, воина Ясенецкий, уходит в лоно святой церкви. Для всех весь мир потрясен. Почему? Что он как Бога нет же? И вдруг становится доктором богословия и говорит, Бог всему причина. Человек, изучая медицину, приходит к выводу. Удивительно, потрясающе. И так эти связи или эти события, они уходят далеко корнями вглубь истории. Вглубь истории и вглубь вот этих тонких процессов нашего мира. Естественно, вот сейчас есть много писаний. Почему? Потому что христиане официально отвергли апокрифы. Вы знаете, слышали. Но апокрифы несут такой большой глубокий мистический опыт. Разная суть. То, что отвергается официальной церкви. Официально отвергается. Но они их что? Также изучают. Они знают это. Как вот женщина сказала. Есть эзотерическое и есть экзотерическое. То, что можно знать людям, а чего им ни в коем случае знать не надо. Мы видим удивительное изыскание Натовича, который открыл, что Иисус Христос был в Индии, доказал факты, привел артефакты, писания, разные летописи. И когда он обратился в Ватикан, что ему показали? Показали огромную библиотеку, забитую книгами и сказали. Вот эти все книги описывают историю жизни Христа в Индии. Ты ничего нового не рассказал. Но зачем это знать людям? Также есть очень многие моменты, которые скрываются правительством. Мы не должны говорить, вот вы сказали, Афганистан, неужели. Почему? Потому что в современном мире мы видим отдельными их. Но существует всегда единая скрытая конва между правителями. Всегда есть мировое правительство. Всегда есть определенные лагери, которые находят. То есть экзотерические, а не все в противоречиях, в противоборстве. Телевизор пишет там, но есть скрытые. И это не те правители. Это другие правительства, которые соединяются на основе определенных мистерий. Это определенные ордена. Да? Знаете ли? Ливонские, Тептонские, Мальтийские, Иезуитские и так далее. Есть подордена, есть разные ложи. Вы знаете об этом? И они на самом деле составляют куда большую часть правителей, нежели все остальное. И это также описывается в Пуранах, что это происходит из прошлых даже эпох, когда всем заправляли всегда на планете кто? Браманы. Люди, связанные с мистериями. Но никак не политики. Политики у них в подчинении. А у политиков в подчинении все власти имущих, да? Эти все вайши, у кого деньги и все это. А они, в свою очередь, обеспечивают работой Шудр, все остальное население. И мы должны искать более глубокие корни. Так веды утверждают. Поэтому все эти исторические события мы можем принять, конечно. Мы не должны спорить, потому что есть официальное положение. Но мы также и должны понимать, что есть канва других событий, которые также привели к Крупшетре, привели к этим походам. И люди немножко сбиты с толку. Они не могут понять, почему здесь станицы, здесь Казахстан и там Казахстан. Почему тут Таджикистан и тут. Почему у них серьги в ушах, что так, почему не принимали казаки 700 лет христианства и сражались. Они не могут, они сбиты с толку, особенно на территории Украины. Почему такое противоборство между москалями и киевлянами произошло? Так ведь, да? Они не могут понять, что происходило. Почему такое было противостояние? Казалось бы, вроде они все русичи, да? Потом белорусы вдруг отделяются. Никто не может понять. И народу выгодно дать какое-то материальное этому толкование. Но за этим стоит куда более серьезная вещь. Потому что все народы всегда представляют какие-то силы. Потому что за ними всегда стоят какие-то ведущие силы, да? Более высокого уровня. Которые стоят либо на той стороне Курукшетры, либо на этой. Вот приблизительно такое безумие. Можно еще несколько вопросов? Вы меня извините, конечно, если я немножко так как-то непонятно, может, разлагаю. Да, я стараюсь. То есть, есть экзотерические и экзотерические планы. Да. Вот я хочу вас спросить, почему Бессадава был столь нечисто плотным? Почему он не уважал чувства женщин? Ведь в конце концов, из-за него Дехитарастра сделался лисемером. Человеком, закрывающим глаза там и так далее. И в конце концов, Курукшетры, может быть, из-за него произошло. Могло не помыть? Правильно. Я думаю, вы правы. Он, наверное, не успел. Еще один вопрос. Ну, мы, изучая лидическую литературу, сталкиваемся со многими терминами. И иногда это не очень понятно. Пураны, сутры, упанишады, брахманы. Араньяки. Араньяки. Виданга, виданта. Вы можете дать себе объяснение этих терминов? Вот вы говорите Пураны, например. Или что такое санкхид? Пурана, значит, полное. Пурана – это исторические хроники, где обсуждаются акты творения, разрушения, инкарнации, мессии, великие цари, перемещения народов, исторические события разных этапов жизни, духовного восстановления и деградации. С последующим выводом, как бы, через все эти истории и хроники постепенно проявляется цель человеческой жизни и проявляется высшее живое существо – Бог. Это Пурана. То есть, и она делает это, как бы, через историю. Вот если мы видим, допустим, философский трактат «Веданта». «Веда» – слово означает знание. «Анта» – суть. Это 580 емких афоризмов. И если мы с вами, как бы, ну, люди не в ведической концепции, ну, афоризм, мы в нем ничего не поймем. Знаете, примерно, как для нас, как центурии и нострадамцы, что-то там зашифровано, а все толком не понять. Понимаете, да, что-то для нас будет такое. И для того, чтобы мы могли правильно понимать, допустим, «Веданта сутра» начинается с такого стиха – «Атату-брама-джигеса». Переводится. «Наконец-то я получил человеческое тело, и в этом теле я могу задать вопросы касательно абсолютной истины». Все. И если мы с вами вот ничего не знаем, то ну и что, что получили человеческое тело? Какую истину? Истина в вине. Омар-хаям. Все. И так далее. То есть, и вот эти Пураны, они дают пояснение, предыстории, откуда вот эти, ну, цитаты, да, события все описывают, акты творения, как сворачивается Вселенная, как она разворачивается, все эти экспансии Бога, как устроен мир, что три четверти такого творения. Так, все такое. И все это объясняется в Пуранах. Настолько детально, а особенно главные Пураны – это Шриман Бхагава. Там все вот эти акты расписаны. Как материальные элементы, почему у нас уши есть, почему глаза такие, почему пять пальцев на руке. Все-все-все органы тела, как происходит. Все последовательность. Из чего что возникает. Пять чувств, зрение, обоняние, осязание и так далее. Удивительно. И настолько научно глубоко, что на самом деле начинаешь понимать, почему это происходит. Это не рождает противоречия внутри. Есть, может быть, противоречия терминов и языка, но нет противоречия с хода самих событий вот этой канвы. То есть, правда, все очень четко, логично, последовательно. И в сердце удовлетворение приходит. Именно от такого объяснения. Но форма, может быть, потому что мы все-таки люди современной концепции, немного хотим адаптационным, для своего уровня адаптировать терминологию, мысли выражать каким-то определенным образом нам легче. А Христос приходит и начинает притчами проповедовать. Почему? Потому что они не могут понять вот эти философские вещи. Да, и они притчами, но все-таки притчами ему было легче. Почему? Потому что, по крайней мере, у них какое-то материальное чувство появлялось. Он говорит притчу, и он говорит, ну, кто сын своего отца? И они говорят, конечно, тот, кто вспахал поле. Может быть, они не поняли глубоко, но они поняли, что надо просто делать, и это означает, что ты любишь. Так ведь, да? Хотя там, может быть, еще более глубокий смысл. Или пусть камень бросит тот, кто не без греха. Вроде бы простая, но они не бросили камень. Пусть они поняли это грубо. Но там закон кармы скрытый был. Но они все равно проявили это понятие, что факт, это будет честно, если будет судить чистый человек. А мы все-таки сами не без греха. И они положили камень. Так ведь, да? Поэтому он как бы с одной стороны простота, и с другой стороны скрытая вот эта эзотерическая глубина знаний. Очень удивительно. Очень удивительно. И он говорит, прости им, ибо не ведают, что творят. И оказывается, слово ведать, оно во всех языках также присутствует. Знание. Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что нами управляют разные силы, возвращающиеся в нас. Там, были, добрые, светлые, темные. В какой степени мы можем говорить о своих самодеятельностях, или мы просто играемся марионетками вот в руках этих сил? И свои собственные воли, если не имеют. Вот как раз здесь большой фактор имеет наше рождение в человеческом теле. Говорится, что человеческое тело, мануши, вот именно наш тип тела с вами, является собой удивительной субстанцией. У нас есть настолько развитый интеллект у всех, что мы можем проявлять добрую волю. Своим вот этим выбором действовать. В других телах очень сложно сделать этот выбор. Даже в человеческих телах другого типа сложно делать такой выбор. Но именно тело мануши, почему оно так прославляется, почему наш уровень такой славный, и именно здесь происходят такие кардинальные исторические события, даже для всей Вселенной решающие. Потому что тип человеческого тела обладает специальным интеллектом. Так все создано. Почему здесь говорится, что Бог создал нас по подобию и образу? У нас есть выбор всегда, на чью сторону вставать. То есть мы как раз в этом плане немножко независимы, чем все остальные. Мы можем избирать сами при помощи только своего интеллекта. А может быть это светлые силы просто нами? Нет. Вот как раз говорится. Если бы нами управляли светлые силы, мы бы никогда не становились плохими. Никогда. Согласны с этим? Последний вопрос. Да, пожалуйста. В ведах асуры это нехорошие, эмонические существа. А во вести они как раз и являются хорошими. Вы знаете, я не согласен с вами, что асуры нехорошие живые существа. Ну, демонические какие-то. Даже если мы говорим слово демон, это все относительно нашего сознания. Во многих произведениях асуры прославляются, даже самими божественными личностями. Не сбивает ли это на стол, когда в одном случае они трактуются как плохие, а в другом случае как хорошие? Вот я и говорю, все нужно рассматривать через теорию относительности. Относительно какого события и относительно какого фактора они рассматриваются в свое время как великие личности, как вспомогатели. Вот Кришна, допустим, говорит, что вы проучите всех полубогов за их гордыни. И я вас благословляю. Он благословляет асуров проучить полубогов. Когда полубоги становятся наглыми, когда они начинают мнить, что они независимы, они божественны. И таким образом они немножко сами проявляют порог. И тогда есть асуры, которые их за это должны проучить. Вы понимаете, да? И тогда их миссия, как исполнителей божественного плана, также прославляется. Великие демоны, которые проучили этих индру, агни, этих всех полубогов. И они сразу взмолились и вернулись к сознанию Кришны, к сознанию Богу. Попросили Кришну. И Кришна все устроил асуров остановить. Сказал, спасибо, вы сделали. Все хорошо. Вот примерно такое. Понимаете, да? Такое философское немного понимание должно быть. Мы не должны в этом мире относительности сразу кидаться из крайности в крайность. Потому что добро, оно, как говорят, нет худа без добра. И иногда вот эта проблема, она наоборот подталкивает нас к более высокому уровню, чем хорошее что-то. Потому что хорошее нас может обусловить и сделать гордыми и наглыми. Так ведь? Да. А порой вот какое-то наказание, какую-то неприятность, оно делает нас смиренными и чистыми, более задумываться заставляемыми. Поэтому вот эти демоны, они очень философски рассматриваются в ведических произведениях. На самом деле нет неприязни какой-то такой очень сильной. Потому что они всегда появляются тогда на сцене, когда деградирует сознание Кришны. Когда мы прекращаем исполнять свои естественные обязанности, они приходят, как нам напомнится об этом. Как ремень отца. Вот мы не можем по поводу ремня что-то говорить, что он плохой ремень. Так ведь? Вот они примерно так же. Да есть Отец Небесный, у него есть ремень. Последний вопрос. Присоединяйте, пожалуйста. Вы говорите о том, что Боги управляют материальными элементами. Так или нет? Им дано такое право. Но они действуют в соответствии с планами Бога. Обязательно. Если они начинают по своей прихоти это использовать, они наказаны как раз демонами. В этой связи я бы хотел спросить, какова сущность этого руководства? Это проявление естественной необходимости, причинностей? Или это какое-то духовное поделение? Может быть, подобное руководство является металлогическим выражением естественной необходимости? Я понял. Мы можем говорить более комбинированно об этом. Что факт для любого ученого, что существуют законы природы. Вы согласны? Если есть законы, значит есть некая разумная субстанция. Раз есть закон, то есть и законодатель. Вы согласны с этим? Раз есть закон и действует, закон этот действует, значит есть действующий законодатель. То есть мы сразу говорим о неком личностном аспекте какой-то. Так ведь? Субстанции. Вы согласны с этим? Не могу ли я это представить так наивно, что существует некая сущность, которая управляет материальными элементами, которая бесконечная множество и тем не менее она везде успевает? Нет. У каждого определено своя сфера деятельности. Допустим, если вы врач, вы управляете медициной, министр здравоохранения. Вот примерно так их можно представить. Как кабинет министров, в котором отведено управление определенными не то, чтобы они сами являются этим элементом, но они являются частью этой стихии. То есть эта стихия с ними связана. И эта стихия наделяется определенным сознанием, определенным разумом. Как наша рука. Все, что с моей рукой делает, я сам ощущаю. Хотя она может где-то, я ее вытянул, но она связана со мной. Также эти полубоги, они связаны с этим определенными стихиями, допустим, с огнем. Агни заведую. Все, что связано с огнем, где бы ни появился огонь, а огни присутствуют. В самом этом элементе. Через этот элемент он воспринимает. Вода. И так далее. И везде, за каждым элементом природы, есть олицетворенное живое существо, которое связано с этим элементом. И по воле Кришны, оно принимает такой вид деятельности. И ему дается вид служения, чтобы оно само возвысилось. Кришна может сам управлять всем этим. Но он хочет дать это, чтобы живые существа имели возможность служить ими. Только в этом смысл. Он хочет занять их. Это существо занимает определенное пространство времени. Да. Как-то выглядит. Несомненно. Четыре руки. Да. Много ног. Ну нет, они выглядят так же, как у нас. Нет, они выглядят как мы. Изначально их тела, как у нас. Две руки и две ноги. Но поскольку у них есть определенные ситхи, то есть сенсорные совершенства, они могут принимать любую форму по своему желанию материальную. Потому что они владеют совершенствами восьми мистическими совершенствами. Из них исходит 64, потом там 96 и так далее. Они могут управлять расматерией, какими-то элементами. Они способны менять свое тело. Но у них есть изначальный облик. Когда они не пользуются ситхами, они выглядят очень красивыми. Вот примерно так же, как это в античной культуре их описывает. Античная культура, это все это олимп с полубогами, это же Гималайя. Есть описание в Пуранах, как одни эти греки, их яваны называют. Они будут называть это олимп. А не является ли это проявлением антропности? То есть человек просто придает свои собственные формы тем богам, которые он никогда не видел, как суть непосредственно не воспринимает? Я понимаю, о чем вы говорите. Поэтому и говорится в Багаватам, что в человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых воплощений. Это наш опыт, и мы его несем с разных, поэтому у нас что-то рождается, мы думаем, что мы это придумали. На самом деле, в лучшем случае, это что-то одно на другое накладывается, и такое немножко хаотичное какое-то. Но если это разделить, мы все увидим, что все отделим. Вот, если завтра будет День Святого Валентина, считается, это День Святого Валентина. Если это праздник вообще действительно, нет, я знаю, что какой, ну, как-то он был принят, и об этом рассказывать нам в Веде вообще, говорить об этом в Веде. Нет, я ничего не помню о празднике Валентины. Но это я, я аж не ведов яса. Потому что у нас люди очень странно понимают вот этот праздник, День Святого Валентина, что это как бы такую любовь какую-то плотскую. Понимаете? Ну, там совершенно другой смысл скрыт. Даже в христианстве совершенно другой смысл скрыт. Люди напиваются, начинают обниматься, еще целоваться, совокупляться, и думают, вот это День Святого Валентина. Это не День Порока. Это День как бы любви именно, Божьей любви имеется в виду, что он был святой такой, который мог возлюбить всех. Понимаете? Там врагов, там, ну, как вот Христос. Святые люди, они же не напивались, не совокуплялись в этот день. И когда мы говорим День Святого Валентина, это означает, что мы как-то в этот день более возвыситься, должны прощать, в любви как бы говорить, что, ну, все хорошо будет. Что-то делать такое, какие-то любовные поступки совершать в положительном смысле слова, то есть в гуне благости, а не в страсти и в невежестве. А почему секс обязательно порок? Нет, секс не является пороком. Это не проявление любви? Да, это проявление определенных взаимоотношений, но только в гуне благости. Он становится пороком, когда он становится в гуне страсти, как вожделение. То есть, когда он рассматривается. Ну, это как вот, понимаете? Что? Ну, это примерно, знаете, как похмелье. Хорошо вот, понимаете? Наркотики же тоже хорошо. Уколешься и так здорово. Кто кололся, может быть, знает. Уколешься так здорово. Или кто-то выпил, да, там, вот так здорово. Но потом всегда болезни какие-то. То есть, приходится за какое-то удовольствие всегда расплачиваться. И как бы нам не хотелось, чтобы так не было, оно так происходит. Поэтому, когда мы ставим условия природе, да, вот, ну, а почему это так? Это, извиняюсь за выражение, чихать на наш вопрос. Это, как приводит один пример, духовный учитель в прошлом. Он говорит, представьте, что ваш ребенок не знает, что огонь жжет. И вы подходите к огню и говорите, дорогой огонь, мой ребенок не знает, что ты жжешь, поэтому не жги его. Огонь согласится? Чихал он на вашу просьбу. Так ведь? Ребенок вы или кто-то ему чихать, вы знаете, не знаете. Он исполняет свою дхарму и все. Вот так же половые взаимоотношения. Как бы мы там ни хотели, вот так их представить, вот так, они представлены в шастрах. Приходит Бог и говорит, для чего эти отношения, как будут нарушения, и появляется целая Камасутра. Как правильно распоряжаться половой потенцией в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. И как та же самая половая потенция может возвысить человека до духовной жизни. Все. Я заявляю женщину, что я тебя люблю, но я тебя не желаю. Интересно, как она это воспринимает? Вы можете желать. Тогда, значит, вы должны принять ответственность за свои сексуальные взаимоотношения. Полностью. Это я принимаю. Нет, люди не принимают прозачаточные средства, контрацептивы, аборты, матери-одиночки, любовницы, которые не имеют защитника, которые живут в незаконном браке и все остальное. Человек не принимает ответственности. Все это вид греха. И по законам Кармон будет наказан. Несомненно. Это как дети, которые выброшены. Так же мы отвечаем за свой секс. Если мы уж вступили в половые взаимоотношения, то мы должны взять полностью обязанности за эту женщину. Если это мы мужчины. Ну, хотите, я имею право или нет? Хотеть, пожалуйста. Хотеть, говорят, не вредно. Хотеть, не вредно. Да, вредно не хотеть. Это нормально. Просто надо знать культуру. Культуру этого. Это как питье. Есть алкоголизм, и есть просто люди собираются, никогда у них никаких, они так же выпивают. Что такое? Так ведь, да? Вот так же и секс. Всегда должна быть культура всего. Поэтому мы говорим о медической культуре. Что где присутствует знание, где есть нравственность, этика и все остальное. Поэтому тогда все это становится частью возвышения живого существа. Но когда мы теряем эту культуру, тогда это становится частью наших проблем. И мы видим, как это проблемы становятся. Разводы, брошенные. Это же ненормально. Так ведь? Вы согласны? Да. Потому что институт семьи, и поэтому мы в Бхагавадгите видим, как Арджуна говорит, если эти мужчины погибнут, женщины останутся беззащитными. А женщины глупы. Они станут источником сексуальной агрессии. И от этой сексуальной агрессии мужчины их будут обманывать, и они будут зачинать неблагочестивых детей. И когда Варна Санкара переполнит планету, все будет разодрано на части. Он об этом беспокоится, чтобы они не будут принимать ответственность за свои сексуальные отношения. Эти негодяи. Поэтому он говорит, как же эти великие личности погибнут? Он говорит, это Кришне. Он говорит, тогда что нас ждет в будущем? Женщины-то, они не виноваты будут, они легковерны. Такова природа женщин, они как дети. Поэтому он говорит о культуре, о ответственности, о морали, о этике. Если мы уже кому-то сказали, что мы тебя любим, то это должно быть постоянным чувством. То есть мы отвечать должны за это, а не то, что мы как собаки. Я тебя люблю, совокупильцы, теперь до свидания. И мы уже проходим эти стадии, я вот рассказывал. голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Нет. И вся культура говорит о том, что человек не должен так отвечать за свои сексуальные желания, проходя стадии голода, насыщения, пресыщения и отвращения. Если он уже сказал кому-то, я тебя люблю, или вступил в половые отношения, то он берет полную ответственность за судьбу этой личности. Полную. До конца, то есть до смерти. А если потом какие-нибудь проблемы, невозможные эти внести и так далее. О, поэтому человек должен быть ответственным. Перед тем, как вступить в эти отношения, он должен все обдумать хорошенько. Как Кришна говорит Арджуне, я тебе показал два пути, теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. Кришна не говорит, что нельзя. Он просто объясняет, если ты так сделаешь, вот это в будущем будет. Если так сделаешь, будет вот это. А как поступить, сам выбирай. Обдумай и поступай. Да, изучи все. Изучи эти вопросы, но я не могу тебе запрещать. И поэтому мы тоже не запрещаем. Мы должны просветить общество, предоставить возможность выбора. А когда нет выбора, конечно, всегда один выбор. Но когда просвещает общество, просвещено, тогда человек начинает задумываться, кто-то выберет, кто-то нет, кто-то выберет столько, чтобы вот столько успокоить. Нельзя обжираться ничем. Вы согласны же с этим? Всегда должна быть культура. И вот секс это так же. Нельзя им обжираться этим сексом. И когда мы становимся шариковыми, мы вот как кошки и собаки. Вот этот секс становится как кошки и собаки. Тогда есть культура, тогда там есть ответственность. Есть на самом деле любовь мужчины к женщине. Я вот давал здесь лекции, рассказывал о разных любовных отношениях, материальных, и как это проходит в стадии, когда мы видим проблемы семейные. Почему мужчины имеют любовниц, почему мужчины посещают публичные дома. И в ведическом обществе узаконена проституция. Есть женщины-проститутки, которые несут такой вид служения для общества, защищая целомудрие женщин. Даже это существует в ведическом обществе. Когда мужчины, не удовлетворенные своими семейными взаимоотношениями, могут официально вступать в половые взаимоотношения с куртизанками, и тем самым оплачиваться, держать их эти публичные дома, налог платить какой-то. И тогда венерические заболевания исчезают, и исчезает растление невинных женщин. Целомудрие так тоже поддерживается. Они несут какую-то карму? Кто? Конечно. Они все равно. Но поскольку это установлено шастрой, они несут минимальную реакцию. А поскольку эти люди вступают в половые взаимоотношения с женщинами уже как бы не целомудренными, и платят им, то когда вы оплачиваете, таким образом вы платите, и кармические реакции исчезают. Если вы не заплатили, вы взяли карму. Если вы оплатили, все. Вы понимаете, да? Труд оплачиваем, как бы получается. Для женщин уже не вредно так, вот как для мужчин. Да, несомненно. Зачем тогда эта защита? Какой-то обман получился? Целомудрие. Есть определенные виды тонкой энергии. Никакого обмана не происходит. Есть женщины, которые стремятся к такой же жизни. Так ведь? И тогда эти женщины воспитываются в определенных системах. В определенных системах. Воспитываются как вот эти, ну, вы помните, может быть, в Японии гейши, да? Очень уважаемые люди. Она не поступит. Подло нет никогда. Очень воспитанные. Это у нас слово проститутка стало как бы оскорблением. Но во многих культурах это не было оскорбительным. Это уважали. Они при дворе были, при разных там. И люди знали, что это женщина, которая обеспечивает чувственное наслаждение мужчинам, высокопоставленным вельможам. При дворах были. Они были очень уважаемые. Люди кланялись им. Мудрецы приходили, кланялись. Иногда даже мудрецы приходили. У меня, говорит, проблема. Не могла бы мне помочь. И женщина говорила, в чем проблема? Дай благословление. Что я не рожусь какой-то мышью в следующей жизни. Мужчины даже не подозревают, когда ходят проституткам, что они это делают. Нет. В ведическом обществе есть культура. Культура подразумевает знания. Если мы говорим культуру, мы сразу должны понять, что там есть знания. Потому что само понятие культура, это значит знание. Чем образовывание человека, тем он более культурен. Так ведь? Вы согласны с этим? Потому что его мораль, его этика, его нравственность, это и есть знание. Для чего же знание, если оно не повышает нашу мораль, этику и нравственность? Так ведь? Поэтому мы говорим, культурный человек, это культурный человек образованный. В чем же его культура? Культура любви. Так ведь? Чем больше любви, тем более культурный человек. Чем меньше у него любви, он больше склонен поступать непорядочно и так далее. И вот я хочу закончить. Поэтому эти проститутки и те люди, которые с ними вступали в взаимоотношения, все протекало исключительно в гоню благости. С маленькой примесью страсти, с уважением. Никогда никто не оскорблял этих женщин. Эти женщины себя вели очень достойно. Они могли декламировать Писание. Они знали все эти вещи. Они были обучены искусству. Целая шастра же есть. Кама шастра. Они были обучены искусству. Вовлетворение чувств. В соответствии с предписаниями Вед. Не по собственной прихоти, как им хотелось. Они вычисляли астрологические циклы. Когда можно вступить в полуэзоимоотношения? Какие? Да. Как благополучие? Да, конечно. Вы что же думаете? Это же астрология. Все было построено на знании. Веда это знание. А когда мы не знаем, какое время, как, что, все. Один грех. Видите? Невежество. Есть знание, есть невежество. Поэтому секс неплохо. Секс очень хорошо. Когда он в знании проистекает. Когда от такого секса рождаются хорошие дети. Когда от такого секса наши чувства еще усиливаются, возвышают. Есть же любовь, которая возвышает людей до Бога. Говорится, настоящая любовь должна нас возвысить, а не унизить. Не сделать нас животными. Это скотом. А поскольку знание утеряно, то все наши отношения в итоге превращаются в эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Мы начинаем ругаться, да, вот эти постоянные скандалы в семьях. Женщины не обучены, как, не изучают, нигде не в школах, как тонкое тело мужчины, как воего устроено. Мужчины не изучают, как брать ответственность за детей и за женщин. И поэтому везде проблемы, везде проблемы. Везде мы видим конфликт, 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 конфликт. Большой конфликт, мировой конфликт. Кризис. Только вот чуть-чуть подсолил. Как приправы, знаете, чтобы сделать еще более приятным блюдо. Красивым, насыщенным. Чтобы удовлетворить ум. Возвысить. Большой насыщенный, если надо. Везде нужна культура. И мы поэтому с вами изучаем эту культуру. Постепенно вводим ее в свою собственную жизнь, в свой собственный рацион и в рацион наших ближних. И просто нужно избавить. Это мы здесь с вами говорим на уровне таких терминов, таких понятий. Но людям, которые еще не совсем понимают, лучше говорить просто простым языком. А еще лучше ничего им не говорить, просто вести себя самим культурно. И как бы своей чистотой мы можем влиять на людей. Когда мы сами себя ведем-то очень странно. Говорим-то очень мудро, но ведем себя очень странно. Говорится, что 10% человек принимает информации, и 90% он смотрит, как ведет себя человек. И так обучается. А мы думаем, что 90% слушают, что мы говорим, и 10% то, что мы, так сказать, делаем. На самом деле 90% особенно, говорится, женщины и дети. Мужчины в этом отношении могут на болтовню клюнуть. Но женщины, они 10% слушают, остальное видят, и дети так же. Простите, а почему в лидической культуре такая нет до оценки интеллектуальных возможностей женщины? Нету такого. Наоборот, как раз считается, что женщина в своем сенсорном статусе, а значит интеллектуальном статусе, она превышает статус мужчины. Поэтому, но она имеет одну проблему. Она не ответственна за свои силы. Она безответственна. Поэтому мы видим, как женщины, они соблазняют, но они безответственны. Они даже не знают, что они соблазнили, что-то сердце. Я вот рассказывал, здесь маленький семинар давал, что женщины очень могущественны. У них есть интеллект, есть описание многих святых. Вот Кунти, допустим, Великая Святая, Драупадди. Да мы знаем тысячи христианских святых великих, которые превышали всех. Продолжение следует... 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 Есть описание, комментарии к его произведениям, которые он сам писал. Также есть очень много информации, сделанной Еленой Ивановной, поскольку она была медиумом. Не очень, конечно, большого уровня в соответствии с ведическими представлениями, но в соответствии с людьми века Кали, особенно нашего уровня, российского, очень высокого уровня. Это все относительно. Для относительно тех людей она была очень прогрессивна. И разные Акаши Шастры, она вытаскивала из Акаши, это эфир. Шастры, в эфире хранятся все писания, все абсолютно. Они сделали достаточно серьезный вклад в культурную жизнь, я думаю, даже мировую культуру, в жизнь века Кали. Вот этих наших особенно событий. Они очень много дали вопросов, связанных с йогой, с единением, с общностью многих культур, народов. То есть, очень много этих. Это на самом деле культурные люди, достаточно культурные люди. И в наше время, почему они так ярко выделяются? Потому что в основном люди такие примитивные, более прогрессивные, теосов и разные. Что сделаешь? Это так. Это так. Они возили с собой душу Бхагавадгита. Что это Бхагавадгита? Есть Бхагавадгита Шанкарачари. Конечно, конечно. Что это такое? Это перевод с Санскритой или с западным какого-то издания, когда человек был? Я рассказывал, что существует более 600 переводов Бхагавадгита. И все они не авторитетно считаются. Все. Потому что они все искажены комментаторами и теми людьми, которые переводили. Переводить может человек, только обладающий квалификацией Бхагавадгита. Это описывается в самих ведах. Только Бхагавадгита может давать ведическое знание, комментировать и переводить Санскрит. Только Бхагавадгита. Это такой титул. Как ученый. Человек в институте. Только доктор наук может преподавать какую-то область дисциплины. Или, допустим, академик только может. Точно так же в этих всех вопросах. Бхагавадгита. Бхагавадгита. Это очень высокий титул. Этот человек должен очень хорошо знать Санскрит. Его разновидности. Есть эпические, есть классические. И так далее. Есть разные виды Санскрита. И одно слово в сочетании с разными словами дает разный противоположный порой перевод. Он должен знать четкое ударение смысловое Санскрита. Потому что при разном ударении так же полностью меняется перевод слова. И все вот эти Санскритологи многие не знают и не обладают. Почему? Потому что, говорится, нужно как минимум 12 лет изучать самый примитивный Санскрит под руководством духовного учителя, который также является бхагдивидантой. А эти люди в институтах под руководством это бесполезно. Это надо прийти в эту школу, там изучать это все. Если вы хотите заметить, как-то виноват, я не забраться в сочетании на приятный дом. Когда там, ну, ну, конечно, культурно-обичайный человек, особенно человека, естественно. И изложение, даже рассказать, как в сегодняшнем нашем роде, просто нет. Как-то мне кажется, бывает, что ты еще раз возвращаешься к этой праге. Так вот, там говорится очень положительно хорошо о буддистах. Вот такие моменты я вот просто встречала, что очень хорошо он говорит, что все эти массы, которые были там англичане, там индусы, разные касты, сословий, там грамотные, неграмотные. Вот, и что это очень интересные люди, грамотные, и если они идут в горы, то за ним не угонишься. Но мне это, думаю, на данный момент, такая фраза, я ей просто не хотела принести к нему, чтобы посмотреть на объяснение. То есть он говорит там об одиночестве. Как это понимать? Я не могу сейчас сказать это предложение, там так интересно написано. Буддист, это человек быстрый, человек понимающий, человек мобильный, если говорить нашим языком. Но он, или, вот что-то именно вот, об одиночестве. Как это понимать, я не могу сказать. Я не могла правильно задать вопрос. Вот об одиночестве. Что это? Не знаю, надо видеть текст. Когда принять сюда. Черпит слово. У вас есть еще какие-то вопросы, может быть? Закончим на сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Извините, если что-то не так было. Очень рад был вас видеть. Спасибо вам, что вы приедете. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, нет. Знаете почему? Как культ. Культ. Мы когда говорим культ, тут сразу, знаете, накручивается другое понятие, догма. Что такое догма у нас? Непререкаемая истина. И вот когда, вот, и почему вы сказали слово культ, и сразу накручивается догма. Почему? Потому что человек, который точно в полном соответствии пониманию глубокого смысла Писания истолковый, это становится непререкаемым авторитетом. Понимаете, да? Да. Что, вот как дважды два четыре, вот мы ничего не можем по поводу этого говорить, да? Или что вот эта рука, это не нога и все. Так ведь? То есть, есть какие-то вещи, которые не стоит доказывать и не стоит по поводу них спекулировать, размышлять, так это или не так. Вот поэтому существуют определенные Писания, вот как в Ясадево, он описывает, и его авторитет также непререкаем. Поэтому, когда человек становится бактиведантой, он не дает своего личного толкования. Он может сменить слова, объяснения, да? Но он дает исключительно вот этот вот, как бы, неопровержимый факт. Понимаете, да? И когда люди-то не знают, они же не выросли в парампоре, да? У христиан нет парампоры, у трех нет парампоры. То есть, нету цепи учителей преемственности. И поэтому, когда они видят, что что-то принимается за истину, и нельзя толковать по-своему, они думают, что это принимается как культ, некая как культ личности, да? Только из-за этого понимают, что такое парампора. Что это не от него исходит, он просто говорит науку. Вот так, и все. И как вы не хотите, вынуждены принять это. Что как бы, вот он вышел со своими комментариями, да, и все, и все остальные. Ну, конечно, целых шесть комментариев разбилы, которые не были созданы людьми-бактивидантами, и принадлежат. Существует четыре во Вселенной. Брахма Ришнава Сампродая, который принадлежит к Парупаде, Сампродая, Абхшми Сампродая, и Кумара Сампродая. Преимственно, существует всегда вечно во Вселенной. И если духовный учитель не принадлежит к этой цепи, и не является бактивидантой, он ни в коей таре. Иначе, говорится, он будет только беспокоить общество. Такова традиция ведическая. Вьясу ее установил, сам Кришна ее установил. Поэтому ведическое знание так и сохраняется. Прямо в шастрах говорится. Спасибо большое. До свидания.